здравствуйте всем опять должен извиняться опять это за то что была слишком большая пауза это дурной тон извиняться извиняться дважды по одному и тому же поводу это уж совсем наидурнейший тон но не было главной новости теперь она есть могу сказать и уже тогда несовестно вот так выходить первый том на меднее 61 2000 то есть тон 61 по 70 выйдет 10 ноября я очень надеюсь что это последний срок видит бог что касается меня то все еще сделал в апреле вот это это главное и будут еще всякие события но вот есть кусок мяса а там дальше еще будет гарнир о котором сообщим отдельно главное совесть моя чистая наконец могу назвать дату релиза первого тома теперь и текущих работах других второй том у нас примерно в середине я надеюсь что между первым и вторым действительно перелегче будет небольшой у нас очень не столько сколько мы запрягали весь проект в целом вот и уже сейчас могу сказать вещи которых очень большое затруднение участие иллюстрации наверное лучше еще потом написать но все-таки проговорю потому что требуется комментарии усы нет фотографий или ужасная официальная съемка которая не передает значимости вот этой феноменальности работа на овощебазе особенно когда выезжали вот эти советские конторы понятно что там и темновато на ощупь вот это вот это когда сортировали картошку брюху какую-нибудь там еще что-то такое вот папа мешкам раскладывали вот этого нет совсем там и школьники кстати ездили обычно это ездили на один день разумеется шабашники особенно кавказцы и западная украина которые строили коровники школы но чаще все-таки сельхоз предназначения вот тоже то что снято очень скучно а вот этого быта такого флипустиерского капитализма в социалистической экономике совсем не чувствуется новый год как главный праздник это в 70-е годы окончательно оформилась когда не 7 ноября не 1 мая даже уже сама советская власть так так вот пышные искренне не справляла это было заметно вот и эти все оливье и вообще главное за столью года с этим шампанским с медальками или с червяками как назывались эти виньетки телевизор непременно в приглядку то что называется а 75 года там еще непременно ирония судьбы что вы больны не мной вот а поездки на картошку и школьников и заводчан и конечно студенческие вот первый весь сентябрь которые в которой не начинается первый семестр вот это тоже все слишком ударно и бравурно вот как жили в заброшенном пионерском лагере до которым сейчас не сезон как как вообще вот это бытование вот что это было за единица жизни распродажа на предприятиях особенно концу семидесятых это было вот эти коробки которые где-то ставят в актовом зале там списки мест общества составляет трикотаж производства венгрия так вот так далее груз 200 печальная тема афганистан это вот войск это 79 80 уже похоронки такие и гробы которые особенно в провинции конечно воспринимались остро потому что об этом говорил весь город есть конечно церемонии прощания памятнички которые тогда были поставлены военкоматами и сейчас можно снять но есть вот ощущение что не не исчерпывает эту печальную тему очереди на квартиру идеальный вариант такие простыни которые висели в каких-нибудь красных уголках где указывалось там первыми туда его там пять членов семьи разнополные дети с такого-то времени стоят с такого времени нашим листопрогатном номер два работы и прочее прочее потом там то что там у ветеранов войны свои льготы ветераны труда многодетные семьи все это там учитывалось и все за этим очень зорко следили потому что лет по 15 стоять вот и поэтому никого вперед пропускать не хочется памяти лена на после этого убийства централ парке конечно было очень много западной хроники но вот советский резонанс вот например такие маленькие как бы часовинки которые оформлялись когда в общежитиях или вузах где-то в уголке фотография распечатанная с какой-то там фотографии стихи какой-то некролог ну смысле стихи текст целого лена переведенные или прямо по-английски или или подстрочником переведенные или даже с попыткой попадать в размер свечки две гвоздички ну вот как могли почти так и так и чтили за этим там зорко среди комитета комсомола и парткома вообще попадала но не сильно и в принципе была вот эта культура потому что событие было действительно шоковым и дефициты которые в принципе прошивают разумеется все десятилетия семидесятых но вот мясо масло колбаса вот это вот советская триада дипер дефицита повседневного и повседневно требующегося она не снята конечно совсем я не знаю существовало ли вообще кто-то снимал ли выход народа с этих колбасных электричек пресловутых когда уже не только соседние с московской области заимели вот эти электропоезда когда было понятно что это должен заехать и выехать или когда ездили на автобусах от предприятий в москву в питер там куда-то еще в общем когда не не колбасу к людям а людей колбасе возили то что называется вот это что касается второго тома который надеюсь действительно будет двигаться гораздо быстрее чем первый но просто оказалось что формат издания таит в себе массу неожиданностей и для издательства и для технических служб и для покупки авторский пар вот и поскольку мы рассказываем не только вот об этом проекте но и о других про которые все равно спрашивают так надо тогда и отвечать мы еще покажем сейчас ролик про фильм птица гоголь этот двухсерийник который будет двухсотлетию гоголя стал быть это будет в начале апреля на первом канале не все снято и совсем ничего еще особо не монтирована и что-то вот собирается но кое чем можно похвастать поэтому представим некоторые темы адреса пароль явки вот и думаю что все таки следующие новости будут поскорее счастлива